Это Бритни Бич Дмитрий Иванович, очень приятно вас увидеть Мне тоже, Тёма, очень приятно Слежу за школьной анкетой И действительно получается очень душевно Что люди раскрываются с такой стороны, с другой Которых, может быть, никто и не знал Вы сегодня раскроетесь с другой стороны? Не знаю Вам больше нравится Ничай блогер или Ничай футболист? Ну, совместно В общем, по-моему, ему больше нравится Ничай блогер Так, ну что, для вас предоставлена отдельная страничка У вас, кстати, в школе бывали школьные анкеты? Ну, всегда Когда девчонки там, да, передавали Порядом с чем-то, и пацаны этим занимались Ну, только... Ну, пацаны не заводили Заводили А какие там вопросы? Ну, более там, амурской лад Кого бы это? Браво, по-амужски! Так, ну что, первый вопрос Школьной анкеты, как тебя зовут? Дорогой участник Все очень просто, Денис Мне просто интересно, что вы напишите, Иваныч напишите или Денис Для вас в вашу сторону Испытывается имя Дениса или Иваныч? Ну, сейчас больше, наверное, Иваныч Иногда жена дома Иваныч называется Или родственники Приходишь, и вот Иваныч приехал А вас с двенадцати лет называют Иваныч или со скольки? С трех С трех Сколько лет? Второй вопрос Пишем 46 пока Пока 46? Да А чувствуете себя уже возрастным? Или еще молодость так и прет? Даже не ощущаю Возраст? Возраст, да То есть, хочется делиться в какие-то тусовках, участвовать Да, кстати, мы пока ехали сейчас до съемки Уже обсуждали новый PlayStation 5 Типа, сколько будут стоить диски И еще самое клевое, что Иваныч первый среди вот меня Ждан, который сейчас это все снимает Обновил iPhone до 14 версии iOS Как вы посмотрели презентацию и сразу услышали? Нет, ну нет Я приехал домой, чтобы Wi-Fi был Остановил Что, правда, ни хрена там не понимаю Ну, уже обновилось Ваша рецензия на новый iOS Не знаю Третий вопрос Любимый цвет? Ну, наверное, два Красный и синий В сочетании или отдельно? Нет, отдельно Ну, почему бы и не сочетаться Ну, синий всегда нравился, а вот красный Может быть из-за того, что В детстве болел за красно-белый Потом Играл за Зенит и Ротор Где, когда там были Синие цвета Может полезть Любимое блюдо? Сложно Сколько блюд Созвольствуем Это один из самых сложных вопросов Ну, напишу, наверное, пельмени Очень нравится С бульончиком? Со сметаной Со сметаной Самая вкусная столовка Футбольная В которую вы едите? Да, наверное, везде была Ну, наверное, самая вот разнообразная Была В бане Юг Так, после любимого блюда Мы говорим о любимом напитке Наверное, сок томата Я тоже люблю томатный сок С солюшкой и с перчиком Да И со сметанкой еще туда Можно и сметану туда добавить Ну, не знаю Это с детства пошло Ой Ну, если можно Напишу, что Ну, вроде мне уже 46, да Ну, стесняться Это пиво Светлое, просто обычное? Да Светлое, фильтрованное Томатный сок и пиво Блин, ну, как будто я заполняю сейчас антетку Любимое животное Любимое животное Овчарка Собака Овчарка У меня в детстве была Ну, как и у меня В семье была Овчарка у родителей Многое нравится, допустим, там и Пороты кошек, собак Ну, самое лучшее для меня это овчарка Так, писать собака или овчарка? Овчарка Или собака овчарка? Овчарка Любимый вид спорта? Ну, тут, наверное, двух мнений быть не может Футбол Раздевалка профессиональных футболистов Раздевалка футбольных блогеров По атмосфере сильно отличается? Ну, отличается Запретить вам до установки, допустим, шутить Да? Или после установки, ну, это было бы неправильно Почему? Ну, не знаю, потому что вы Веселые парни Хотя и в профессиональных командах Сейчас тоже там музыку в родивалках слушают Но, опять же, все равно там немножко Все как бы по-другому Именно вот Настрой на игру Ну, там каких-то вот лишних там Каких-то там шуток не подразумевают При этом там какой-нибудь Савва Я помню рассказывал, что там Курани, по-моему, да Кому-то там насрал в бутсы или нассал Там что-то такое Ну, это может быть на там Раздевалках там на тренировке Я не думаю, что он перед игрой Потом это сделал Ну, зашел в раздевалку У них игра, допустим, со Спартаком Со Спартаком там, допустим Он берет там Выходить на разминку сейчас Да, там у человека Сюрприз Бутсы Сюрприз, да Ну вот А у вас в раздевалке Какие самые жесткие шутки были? Единственное, я помню, что Ну, в Швейцарии были там, да Это как в магазине Я не знаю, магазин каких-то там Секс-магазин что-то? Да нет, это Приколов, магазин приколов, наверное, да Купил Говняжку Ну да И тоже так же в бутсы положил Ну, это перетренировка была Вот И легионер, по-моему, сам глядил там Ну, он пришел, говорит О, щас Все Все смеются Все Он такой, да как это? Ну вот А потом кто-то берет эту бутсу А, не бутсу Он берет И оттуда это Он такой, как? Ты куда? Это же Он достает все Ну так, кидает там А, резиновое Это было Записывайте, Амкаловс Можно даже не из магазина Федос, привет! Привет, слушай Сегодня футбик Я думал Может быть вместе посмотрим Чтобы интереснее было Да, привет, Тёмыч Извини, сегодня не могу Я занят Я копаю тыкву Гер, здорово Сегодня футбик Может быть вместе посмотрим Да, доброго времени суток Тёмыч, не могу прости Аванекс, привет, прости В ближайшее время футбик Может быть как-нибудь интерес повысим Что-нибудь сделаем О, да, конечно, Тёмыч Заходи Вместе интереснее А, подожди А куда, куда идти Где, где ты будешь Да я в закрепленном комментарии Под видео Так Любимый спортсмен Мне всегда нравился Марта Ломбаска Он такой нападающий Вы его любили ещё до Того финала СССР? Ну Ну вот В то время Начал за ним следить И вот И вот он Начал нравиться Ну Когда он сборную похоронил Не было Какой-то Подумать мысли Что надо поболеть За какого-нибудь другого футболиста Голландцу удался Великолепный удар Слёта С острого угла Казалось Отчуда забить невозможно Тем более Что Досаев занял абсолютно верную позицию Но гений есть гений 2-0 Нет Такой мысли не было То, что он опять же делал Какие он мячи забивал Ну вот Очень нравилось Как он играл Он мог и создать голос Ничего А у вас есть любимчик в Амкале? Амкал Амкал? Амкал Амкал? Амкал Амкал Это кто такой? Команда Не знаешь? Не знаю Но любимый футболист есть в Амкале? Ну Все Ну так не часто Ну честно Ну надо же кого-то выделить Ну не знаю А зачем кого-то выделять? Ну прям Ну не нарадуешься Слушается Головушку поднимает В нужный момент там Я не знаю Старается В нужный момент расслабляется Я не знаю Ты про себя? Нет Нет Я про любимого футболиста в Амкале Да все Сложно, да? Да Это будет тяжело Хорошо Дальше Любимый актер? Андрей Риомов О Почему? Нельзя объяснить почему Это вот как От души идет Но все Ну то есть Можете так же не объяснять А просто сказать Любимый Амкаловец От души у вас Кто идет? И все Поэтому я и не буду говорить Почему? Ну потому что Это стимул для других Что? Стать лучше? Да И так становится лучше Чтобы попасть в стартовый состав Да нет Сейчас все поняли Что все любимчики И уже все Все расслабиться Конечно Нас любит Иваныч И все Ну на поле то выходит 11 А в команде 25 Ну а на тренировке 13 13 Любимый певец? Ну вот Исполнители Я не могу это назвать Чтобы прямо Какого-то кумира Ладно Один раз Я вам разрешаю пропустить Хорошо Почек Лучший голос вам Кали у кого? Лучший чего? Голос Там такой вопрос Нет Любимый ютуб канал Либо тв программа Смотрю там Каналы Шеф-поваров О В ютубе? Да Типа Ивлева? Ну типа такого Да бывает что там Посмотреть Как вот он допустим Готовит Тое блюдо Которое я не знаю Умею готовить Может какая-то фишка у него там есть Чтобы получилось вкуснее Вы такое что вы смотрите И как на диване Да неправильно ты не Ну рано ты соль добавил Нет Ну у каждого свою Ну человек если этим занимается уже там Достаточное количество времени Значит он профессионал То есть к нему можно прислушаться Единственное что ты когда Потом точно так же можешь сделать И тебе это не понравится И ты вернешься там К своему какому-то рецепту Да Опять же какую-то Посмотреть фишку Или еще что-то У нас в МХале тоже есть Фуд-блогеры Вы не смотрели как Саня у FIFA Готовит сосиски с фаворитами? Нет У фаворита я смотрел Смотрел как Клоу готовит О кстати да Он в сторисах по-моему готовит Да А вот Ну на ютуб канале даже Я в сторис видео как Феликс готовит Ага От пельмешки у меня там обычно Было дело да Кто лучше готовит по Внешнему виду Кого ты еще видел Финита по-моему выкладывал тоже Что он готовит Да Было По-моему Уфинита Мне было прикольно смотреть Уфинита Потому что он там и макароны какие-то готовил И еще что-то Еще недавний уборщик был с сальцем Видели? Да-да-да И с мучком В общем лучший кулинарный блогер в Амкале Уфинита наверное Как вы отнеслись Что в этом сезоне Появилось в ютубе Всякие разборы Тактик Амкала Присылают еще много сообщений Там в директ В инстаграме Да С советами Да Почему вот так А давайте вот так сыграйте А вот так сыграйте Этого посадите Этого выгоните Вы прислушиваетесь? К себе А почему не к ним? Есть вот Наш как бывает Критика конструктивная Да И ты ее там слушаешь и прислушиваешься Да бывает Что ну люди Они не понимают даже сами О чем вот они допустим пишут Три Или там одну Интересную тактическую мысль Которую вам говорили в директе Игра в три центральных защитника Вот То есть там три Ну по-разному Можно там назвать Пять четыре один Там Три пять два То есть по-разному Ну вот именно Игра в три центральных защитника А вам кстати часто пишут в инстаграм Шанс вид еще? Ну писали вот Причем Причем Писали почему-то Под фотографией Где мы с женой Ну вот Я все не могу понять Почему там-то Есть там Фотографии с самкаловцами Там еще там Сыгр Таких то Да там еще там что-то Но тут фотография с женой Что-то другое там написать Шанс вид еще Шанс вид еще А дадите шанс вид еще А пусть вид еще Пенальти пробьет Ну Турнир МКС был провальный Для Анкала? Не то что провальный Осталось чуть ли не на ту ревности Что мы могли Пройти Намного дальше Вот это вот Немножко Обидно И Дручает Вот эти там Две игры С тем же С тем же файт клубом Да Вот мы могли Сыграть Намного лучше По результату Вот Хотя еще сказать По содержанию Вроде бы Владели и преимуществом Да Но Единственное что Не забили те моменты Которые у нас были И в обороне Допустили те ошибки Я не говорю Там Два мяча Третий и четвертый Первых два Необязательных мяча И опять же Первый матч Со Спорсом Необязательный Первый гол Потом Два тайма Практически Владеть преимуществом И тоже Создавать подходы И моменты Не забить Ну я говорю Что на этом турнире У нас наверное Просто Этот мяч не шел в ворот Любимая Песня Очень нравилась Это песня Барыкина Букет Ммм Нарву цветов И подарю Луке Да вы романтика Иваныч Потом нравилась All that she wants All that she wants All that she wants Да Я помню даже ее Когда приехал в Швейцарию Настолько она нравилась Что я записал всю кассету От одной песни И вот она заканчивалась Ааа Ну с топом она Да А сколько там помещается по времени Там Минут 60 Нет там Кассеты были От 45 до 90 минут По моему У меня была на 60 То есть Час Ace of Base Одну песню Блин это круто 60 минут Иван еще Ааа Любимая книга Как у вас вообще За чтением Ну нормально Читаю Чтение соперника Например Чтение игры Была книжка такая Прям автора не помню Тоже в школьный год Читал Перечитал Наверно раза три ее Называлась книга Мальчик с собакой Засчитывался просто Три раза Перечитать одну книгу Это мне кажется Прям показатель Любимости книги Ну да Напишу тогда Мальчик с собакой Так называлась Я ненавижу Троеточие Я ненавижу Предательство Наверно так Часто сталкивались С предательством Ну бывало И как бы Не хотелось бы Чтобы это повторялось Ну и вообще Как-то ну Само там Понятие Предательство То есть Слово даже Такое Плохое А вас Вот Сталкиваетесь С предательством У вас Гнев кипит Или вы просто Расстраиваетесь Подаете в депрессию Ну просто Становится очень Неприятно Мерзко Что так Могли поступить Ну вот И вроде Ты доверял Кому-то что-то Ну вот Человек просто взял У тебя ноги вытер Мне кажется Да как раз Когда вся пошла Эта ситуация С Серегой Мне кажется Вы максимально себя Неуютно чувствовали Потому что Ну это вообще Прям не ваша тема Там какие-то Разборки Доказательства Обвинения Вот и все Такое Ну да То есть Вроде Опять же Два человека Ну Два игрок Ну опять же Сергей Игрок Тренер Да Ну было Не совсем Я чувствовал До сих пор Наверное Там По отношению К нему Или к команде Нет Вообще По отношению К ним К команде Ну Ко всей этой ситуации Мне по-моему казалось Что Ну вы же изначально Пришли вместе Типа тренерский штаб И И Сама эта ситуация А вы на связи С Серёгой? Да Мы общаемся Ну я опять же сказал Что Ну эта ситуация Никак не Допустим не появляет На мои отношения И с Сергеем И с Андреем То есть Я Обоих Уважаю Ну У нас так получилось Что мы с Федосом Когда сейчас мы снимаем Тревел шоу Мы оказались в Федино Федино Это родной посёлок Серёги И Он просто До сих пор там Периодически тоже играет За футбольный клуб Федино И у него там Не знаю Одноклубники До сих пор там Кто-то работает Тренерами И Ну естественно там Мы общались И по поводу Серёги И Там чуть ли не все Одноклубники такие Ну типа Неудивительно Что именно с Серёгой это произошло То есть Он прям какой-то Магнит Таких каких-то историй всегда Скользких То есть Даже же В турнире МКС Именно почему-то В команде Comedy Club Где играл Серёга Появились технические поражения И Там Игроки Которые раньше играли с Серёгой У вас Когда вот произошла Вся эта ситуация Вокруг Серёги и Андрея Вы такие У вас не было мысли Что Опять что-то с Серёгой Я Опять же У меня ситуации таких Допустим с ним не было Я про эти ситуации Опять же не знал Вот Были или не было Ну вот Когда мы общались Опять же После того Случа Допустим В скамике Да Мы с ним общались Он говорит Ну это не право Ну всё равно игроки Наверное через него Я Вот Артём Понимаешь Здесь Опять же По логике Я Еще раз говорю Я не могу У меня нет никаких доказательств Того что Нет Тут вопрос не в этом Не надо отвечать за Серёгу В плане того что То есть для вас Это было удивление Что Серёга Сейчас вот 2020-2019 год Оказался для него Такой В ютюбе сканданин Ну я Еще раз говорю Что До знакомства допустим С ним Я вот допустим не знал По отношению ко мне У него не было Таких историй Я Не слышал Таких историй Ну Бывают какие-то Еще раз говорю Там конфликты Еще там что-то Ну То что произошло Это произошло Да Ну Еще раз говорю То есть Вместе с ним С предательством Вы не сталкивались Ну По отношению ко мне Нет Хорошо Всё отлично Ваши положительные черты Не знаю Не Не Об этом сутро Оren Черт Придется теперь Посудить И вам Никогда Не люблю Там о себе говорить И не люблю Дело в том Что вы единственный Прочерк уже использовали Ну, давай так, как можно. Я по жизни, как бы, добрый человек, поэтому положительная, наверное, доброта напишу. А положительные черты вы написали? Доброту? Тебе отрицательную? Да. Не знаю. Злость. Злость? Нет, я по жизни не злой. Доверчивость, наверное, если можно. Опять же. Конечно, можно. А есть же, ну, распространенные эти истории про доверчивость футболистов после футбольной карьеры, когда они начинают какой-то бизнес устраивать, в итоге этот бизнес оказывается мыльным пузырем? Ну, здесь такое, да. У вас такого не было? Ну, хотели открыть, да, но не пошло, но, опять же, не было какого-то предательства. Все, во-первых, все деньги там вернули. Ну, просто вот, ну, не пошло. Ну, может, какие-то еще отрицательные что-то есть. Нет, вы что? Доверьтесь мне. Привет. У вас нет других отрицательных черт. У вас была какая-нибудь чисто футбольная такая покупка, которая такая, фууууу, тачка, кучи, телефон, последний какой-нибудь. Не, ну, машину покупал. На чем гоняли? Когда в Ротари был, покупал Volkswagen Passat. В Кубане Mitsubishi, Pajero, G4. любимая цитата футбол игра простая но самое сложное сыграть не просто это по-моему кровь сказал учетом футбола очень очень просто поле и не можешь сыграть просто начинается кто-то что-то выдумывать поэтому вот эта цитата такая одна из самых любимых ваша мечта 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 чтобы девочка появилась два сына есть еще думаю что не поздно а сыновьем сколько лет 1 21 2 11 они смотрят амкал да ну младший смотрит потому что старше смотрит ничего не прям а вы им заранее рассказывать как сыграл амкал или они такие сейчас мы дождемся обзора и посмотрим ну честно да честно они звонят спрашивают папа как сыграли разга рассказывать никому нельзя и рассказываю лучшие воспоминания рождение сыновей в роддоме страшно сидеть да нет если там говорят что там критики тесно ничего там не слышно было сидел просто как бы ждал а сколько часов ну быстро очень то есть в течение часа старшего но в течение часа приехал и там у час максимум полтора вот это воспоминание что последнее время вас сильно разочарало последнее время будем откровенны не выход финал и не выигрыш турнира мтс что с вами происходило после того матча я видел что мы могли пройти дальше опять же вот после игры с ромой да амкал был именно похож на команду которая готова биться сражаться друг за друга даже если что-то не получается исправлять ошибки и это вдвойне было обидно что мы его пропустили этот шанс вы потом поехали домой закрылись заперлись залезли под одеяло или что с вами в голове прокручивал матч то есть заснуть не мог по большому счету нет не просматривать мальчик второй раз по телевизору поражение от ромы нет не поражение от рома как вылет из турнира до вылет из турнира на так вылет из турнира мкс что последнее время вас очень сильно порадовала ну наверно опять же связано с анкалом что фактическом техническом плане стали командой именно вот как команда вот это наверно порадовала за время как я пришел что получается что-то у вас анкал очень много заполоняет мыслей потому что последнее время я сам к вам больше всего времени нахожусь то есть если бы с овчаркой проводили больше нет если было звать арка вот если бы у меня сейчас допустим да там принесли там вчера там или там неделю назад дать подарили щенка радостного за последнее время вот щенка подарили или допустим мы принесли там iphone 12 мая конечно или айпад про там или playstation 5 тогда бы это так пока этого ничего нету но есть только мкал пока последний вопрос остался всю к сожалению да понравился вам ли это анкета очень я еще раз говорю что даже если бы я не был приглашен на анкету вы бы все равно пришли настоял бы я просто молча посели так ну начинай поговорили обсудили посмеялись вспомнили помечтали да поэтому поэтому отвечайте на последний вопрос можете до конца украшать как вы хотите анкету да я смайлики не умею рисовать давайте попробуем идеально причем с причесочка живите челка это бровь это моно бровь причем что у нас получилось вот такая вот анкета естественно я показываю еще прошлую как до конца и украсил пандос да у пандосов все получилось вот так вот видите даже не хватило на одном листке единственно все спокойненько видите уравновешено человек сразу видно добрый доверчивый бумажки чернила спасибо вам большое день свадьбе тоже очень понравилось с вами общаться instagram дениса ивановича тоже есть в описании все тактические мысли вы пишите он естественно их слушает конец но кстати мне кажется вы прислушаетесь больше к кулинарным советом если бы тогда мы на поле не творили а варили вы жарили спасибо вам большое я очень рад как провел это время с вами и очень рад что люди просили в комментариях что будет отличная идея позвать дениса ивановича на анкету спасибо всем кто в комментариях просил но огромное спасибо тебе что пригласил было тоже очень приятно надеюсь вам понравится лайки подписки все сами знаете поэтому скоро увидимся на просторах ютюба всем пока всем пока